Всем привет! Сегодня будет видео о моих бюджетных находках, о топ-средствах этого лета. Это действительно мои фавориты из косметики. Кое-что я заказала из аксессуаров на Алиэкспресс. Если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Также я сразу извиняюсь за возможный шум кондиционера, но у нас 33 градуса в тени. Я сижу под тремя софитами в небольшой комнате и без кондиционера я просто расплавлюсь к концу видео. Поэтому прошу меня понять и простить. Давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Если вы на моем канале не впервые, то скорее всего слышали о моей самой любимой помаде от бренда Sephora в оттенке 13. Это лиловый красивый цвет, который я ношу и летом, и осенью, в любое время года. Да, как любая другая матовая помада, она может немножко стягивать, но у нее такая пигментация. Она очень хорошо наносится без карандаша, она прекрасно держится и съедается равномерно, оставляя градиент на губах. И я давно охотилась за цветом в номере 40. Это слегка трупный нюд, то есть это холодный оттенок. Но лично я очень люблю такие цвета, зубы с ней кажутся еще белее, улыбка ярче. Это не светлый оттенок, но по качеству они обе хороши. Прекрасно держатся с самого утра, даже если я что-то ем или пью в течение дня, до вечера они выдерживают. Следующий мой абсолютный любимец, это хит этого лета. Куда бы я ни шла, куда бы я ни ехала, это средство всегда есть в моей косметичке. Это даже не совсем блеск, это скорее лаковая помада от марки Golden Rose. Они недавно запустили эту линейку и пока что я обзавелась только одним цветом, но я уже уверена, что скоро я отправлюсь в Golden Rose и куплю еще несколько оттенков, потому что по качеству это не просто 5, а 5 с плюсом. Что это такое? Это средство выглядит как блеск для губ с удобным аппликатором и это настолько пигментированный лак для губ. Вот такого количества хватит на 2 губы и оно дает полное покрытие, смягчает губы, увлажняет их. Довольно неплохо держится, то есть 2-3 часа без каких-то там корректировок оно выдерживает. Все нормально, но при этом цвет у меня оттенок 02, там много красивых нюдов, но почему-то мне первым захотелось купить именно этот, как-то он запал мне в душу. Опять же это холодный цвет, но не смотрится трупным. Он и светлый и яркий одновременно, вы все увидите на свотчах, если где-то в видео на мне был этот блеск или какая-то помада, я обязательно сделаю для вас вставочку, чтобы было более наглядно. Короче говоря, чтобы не создавали Golden Rose именно для губ, эти средства всегда попадают в мои фавориты. Вот очень хорошо у них получается, если вы еще не пробовали эту линейку, то от всей души советую. От бренда Шик, который создает Наталья Шик, это известный визажист, мне очень нравятся ее работы. Мне недавно пришла посылка с карандашами для глаз, для губ и со спонжем, там еще была точилка, но пока что я ею не пользовалась. Это не рекламная интеграция, я просто вам рассказываю, откуда у меня эти средства. В Польше я не видела их в продаже, к сожалению. Я хочу обратить ваше внимание на их карандаши для глаз. Пока что я пользовалась черным и коричневым. Это самые мягкие карандаши Каялы и супер стойкие. Более стойких карандашей для глаз у меня никогда не было. Я думала, что такие гелевые у Турбан Дикей это предел мечтаний. Да, они качественные, они стойкие, они очень пигментированные, но может быть лучше. И оказывается, что более доступная по цене альтернатива еще и круче по качеству. Я как-то сделала смолки при помощи вот этого черного карандаша. Он хорошо растягивается, он поддается тушевке. Кстати, я его точила точилкой от Essence. За 2 доллара он очень хорошо поддается подтачиванию. Так вот, я пошла вечером смывать свой ядерный макияж. И каково же было мое удивление, что мне пришлось умыться в 2 этапа, потом все это еще вытирать при помощи мицеллярной воды. Они мега стойкие и пигментация у них ого-го. То есть хватит их надолго. Ну, сами посмотрите, это коричневый оттенок. Коричневый очень красивый. Это такое глубокое кофе. То есть он и не рыжий, и без серого подтона. Я наношу эти карандаши на слизистую. Они ни в коем случае не травмируют глаза. Очень кремовые, потом застывают и суперски держатся. Я как-то рассказывала вам, что пользуюсь недорогими автозагарами от польских марок. Они не очень хорошо доступны. Но, тем не менее, если вы живете в Польше, или я думаю, что в Украине, вы сможете их купить. Это марка Colostyna. Именно для светлой кожи. Очень хорошо, без проблем наносятся. Они не слишком вонючие и не оставляют пятен. То есть каких-то разводов и смываются тоже равномерно. Для тела Colostyna, Everline. И для лица у меня капельки от марки Belinda. Так вот, я вспомнила, что несколько лет тому назад у меня был очень хороший, чуть темнее, но такой не оранжевый, а именно оливковый автозагар в пене от марки GOSH. И тогда я пользовалась специальной рукавичкой для нанесения, такой перчаткой. И я помню, что тогда за нее я заплатила где-то 6 долларов. То есть ни разу не бюджетно. Но боль была в том, что перчатка была светлого цвета. То есть вы представляете, как это все выглядело после первого использования. И не отстирывалась. На Алиэкспресс я наткнулась на вот такие рукавички и заказала сразу две. До того, как мы поехали отдыхать, я подзагорела в Италии. Я воспользовалась своим ненавистным тогда автозагаром в пене. И нанесла его вот такой рукавичкой. Все пошло как по маслу. Наконец-то у меня был красивый, равномерный искусственный загар. Как бы смешно это ни звучало. Короче говоря, копеечное дело. Если вы не можете никак нанести равномерно свой автозагар в пене, то советую купить что-то такое. Возможно, это сделает вашу жизнь чуточку проще. И вы наконец-то будете такой загорелой шоколадкой. Мега находка. Это альгинатная маска от бренда Агор. Я тестировала ее для канала Makeup.ua. Я снимала для них целую битву брендов. Это тоже вообще недорогое средство. Но по действию оказалось самой эффективной. Эта маска продается в такой большой банке. И она идет в форме порошка. Сейчас чуть-чуть вылетело. Разводим ее согласно тому, что написано в инструкции. И лучше всего проходить курс масок. То есть делайте 2-3 раза в неделю. И чтобы таких масочек у вас получилось 10-15 штук в общей сложности. Сейчас я много куда ездила. И наконец-то вернулась домой. Спокойно могу еще раз все это повторить. Эта маска очень сильно пахнет ментолом. Ну, не очень сильно. Как зубная паста. То есть терпимо. Ничего тут не бьет в нос. Если вы не любите ментол, то не вариант. Но я думаю, что большинство людей любят аромат зубной пасты. И с этим не будет никаких вопросов. Маска очень хорошо разводится. Обычной водой я не брала специальный там шпатель, тарелочку. То есть когда я все тестировала для битвы брендов, я все выполняла правильно. А потом уже, знаете, побыстричку все размешала, нанесла на лицо. Дэн. Так вот, что я хотела сказать. Эта маска отличается от многих тем, что, во-первых, она очень хорошо увлажняет, успокаивает кожу. Морщинки все выравниваются. Но, в принципе, после каждой альгинатной маски это наблюдается. Но эта маска идет с охлаждающим эффектом. Если вы делаете кислотные пилинги, если после тяжелого рабочего дня вам хочется расслабиться, если вы хотите расслабить мышцы вашего лица. Я часто говорю о том, что мы напрягаем наше лицо и вообще не замечаем этого. Я тоже это делаю, но такие маски мне очень сильно в этом помогают. Значит, наносим маску на лицо. Хорошо, если у вас кто-то есть рядом, еще и на глаза, на губы. То есть, вообще, прям на все лицо. Наносим ее. Она хорошо снимается одним пластом. И вы не поверите, когда вы снимете эту маску, она долго еще будет влажной. То есть, она такая резиновая и мега-мега увлажняющая. Суперская вещь. Вот если вы еще никогда не пробовали альгинатные маски, познакомьтесь с ними. Если не с этой, то с какой-то другой. Все они приблизительно хороши. Но попадались какие-то, которые там сильно приклеиваются к коже, неприятно высыхают. Вот это отменное. И это еще и такой моделирующий эффект. Альгинатные маски укрепляют нашу кожу. Антивозрастное действие. Они также улучшают эластичность нашей кожи. После всех этих поездок, путешествие это классно. Но моя кожа очень плохо реагирует и прыщами, и сухостью, и непонятным состоянием. И сейчас вот начну пользоваться снова этой маской. Я обожаю ее. Недавно я показывала вам такой спрей от марки Pacifica. Я купила его на iHerb. И этот спрей наносится поверх макияжа. Он предназначен для жирной и комбинированной кожи. Давайте договоримся сразу. Ни один спрей, кроме Urban Decay All Nighter, не способен продлить стойкость макияжа. Наоборот, если вы нанесете фикс плюс на жирную и комбинированную кожу, еще и в обильном количестве, скорее всего, ваш макияж на жирной и комбинированной коже всплывет еще быстрее. Потому что это такой жирненький спрей. Он очень сильно увлажняет. Но летом даже мне не хочется мега блестеть. Мне не хочется, чтобы все это всплывало на мою футболку. Но иногда есть случаи, когда нужно краситься. Я люблю, когда макияж не лежит на поверхности кожи, а он с ней сливается. Когда все вот эти слои, тональный крем, пудра, хайлайтер, бронзер, что мы там наносим? Фух, много всего. Румяна, все там женится между собой. И все потом дружно и счастливо живут до конца дня. Чтобы это не смотрелось такой маской на лице. За это я очень сильно люблю спреи. Вот этот спрей нежирный. Но он выполняет все то, что должен. Макияж с ним смотрится легче. Он распыляется облаком. То есть он не плюется в ваше лицо. Он не жирнит волосы, когда наносишь это все. Я пробовала по-разному. И чуть-чуть, и много. То есть сейчас он высохнет, и лицо не будет смотреться блинчиком. Когда я сажусь снимать, я чаще всего не использую фикс плюс. Потому что это очень некрасиво смотрится в камере. А вот этот спрей, да, он тоже увлажняет. Здесь в составе, кстати, есть натуральные ингредиенты. Он приятно пахнет чем-то тропическим. Он делает наш макияж и на вид легче. И все приятнее ощущается. Особенно если у вас супер матовый тональный крем. Или супер матовая пудра. Но при этом он не делает вас жирным блинчиком. И мне он очень сильно полюбился. Я буду продолжать им пользоваться. Очень такой небольшой лайфхак. Возможно вы о нем не знаете. Если вы хотите пользоваться подобного рода спреями. Но не приемлете даже малейший блеск. Хотите, чтобы ваш макияж просто выглядел более естественно. Чтобы все комфортнее ощущалось на лице. Нанесите спрей. Подождите несколько минут. Чтобы все впиталось, высохло. И дальше матирующими салфетками пройдитесь по тем участкам, которые вы хотите заматировать. И не припудривайтесь. Потому что это будет очередной слой и эффект запудренного лица. А таким образом все будет смотреться очень легко. Слушайте, у меня столько классных новинок от марки Эволайн. Но я сейчас тестирую. Там много разных теней. И консилер, и помада для бровей. Тон мне немножко светловат. Но я просто сделаю отдельный ролик о Эволайн. С нанесением. Посмотрим, как тушуются тени. Как они наносятся. Так что ждите. Такой выпуск обязательно будет. То, что у меня сейчас на глазах. Это тени Эволайн. И вот такие кремовые стики. В двух оттенках от марки Цоива. Они у меня очень давно. Я даже не помню, когда они мне их прислали. И я как-то так просто, не знаю, забыла о них, наверное. И я вот последнее время пользуюсь вот этими двумя. Рыженькие все еще целые. Возможно, я кому-то его подарю. Значит, оттенки, которые мне понравились больше всего. Это нежные, холодные, розовые. Они металлические. И вот этот второй, тауповый. То есть, такой серо-коричневый с мелким шиммером. Они очень хорошо пигментированы. Ну, то есть, это светлые оттенки. Но они классно наносятся. Они хорошо тушуются. Они застывают. И не скатываются даже без базы. Стики я люблю. Если не хотите покупать Цуиво, то Кико отличный вариант. И сейчас вот эти два оттенка. Я напишу вам название в инфобоксе. У меня на глазах. В качестве основных теней. А дальше тушевка базовыми оттенками. Отличные тени. Мне понравились. Если у вас есть в доступе Цуиво, то почему бы и нет. Стоят они около 10 долларов. На святом Алиэкспрессе я, конечно же, заказала заколки. Если вам нравится этот тренд, то почему бы не попробовать. Это стоит недорого. В магазинах на них настолько завышена цена. Это даже не справедливо. Я вчера была в Страдивариусе. Видела точно такие же заколки. То есть один к одному. И стоят в 6 раз дороже. Если вам нравится этот слегка странный тренд на такие огромные заколки. То советую купить на Алиэкспресс. У нее хорошее качество. Она держит волосы. Жемчужная. Огромная. Я несколько раз ее носила. Посмотрите, какая она большая. Ну, короче говоря. На несколько раз я не собираюсь тратиться в Страдивариусе, во всех остальных магазинах. Покупаю на Алиэкспресс. Вот такие прикольные заколочки. У меня еще есть черепашьим принтом. То есть по качеству они тоже одинаковые. Просто сейчас я не смогла ее найти. Потому что они у меня тут по всему дому. Я очень люблю завязывать волосы в течение дня. Или закалывать ее для того, чтобы они мне не мешали. Сейчас жарко. Вот заказала такую мраморную и черепашью. Очень хорошие по качеству. Они держат волосы. И расцветки прикольные. Их там масса. Я оставлю вам ссылки внизу. Из бижутерии. Заказала я себе вот такие серьги. Они, конечно, стоят не один доллар. Чуть дороже. Но качество у них такое же, как в Заре. Они полностью расшиты бисером. Я считаю, что невозможно. Я когда-то увлекалась и вышивкой бисером. И обычной вышивкой. И браслеты я плела. Все вот эти бусинки, они не одинаковые. То есть бывают прям такие ровненькие. Это неровные бусинки по размеру. То есть их невозможно прицепить, пришить. Вот чтобы все было идеально. Но в этом даже есть какая-то изюминка своеобразная. Мне они нравятся. Смотрятся очень эффектно. Я ношу их чем-то однотонным. К примеру, мы были на отдыхе. Я надевала белую рубашку, обычные шорты, эти серьги. И смотрелось так сразу интересно. Они круто дополняют образ. Можно нанести к ним в пару красную помаду. Смотрятся очень эффектно. И по поводу красной помады. У меня есть вот такая помада от марки L'Oreal. Я говорила вам, что у меня любимый оттенок номер 3. Многие я раздала, потому что я всем не могу пользоваться. Это пропадет. И вот этот красный я оставила себе. Это очень стойкие. Даже не совсем такие супер матовые помады. Но она так плавно наносится на губы. Оттенок у меня 113. I don't называется. Это такой огненный красный. Очень живой. Очень сочный. Она в один слой наносится без проплешин. Она съедается равномерно. Она не размазывается. Я немножко устала от сухих помад. Есть такие, которые я обожаю за оттенки. За то, как они смотрятся на губах. Кому-то нравится, кому-то нет. Но если вы уже женщина, да. На вас матовые помады уже женщина. Я тоже женщина. Но я к тому, что если у вас уже есть морщинки на губах. Если они у вас сухие. То такие помады, они еще больше это подчеркнут. И не так красиво, не так сочно смотрятся. А когда это яркий оттенок, то хочется, чтобы губы были такими аппетитными. И вот это именно тот оттенок, который я оставила. Которым я собираюсь накраситься на свадьбу. На которую мы скоро идем. Это сочный цвет. И она комфортно ощущается на губах. Она не растекается. Она не расплывается. Смотрится не такой сухой на губах. То есть, есть легкий-легкий блеск. Но она не выглядит вульгарной. Она смотрится дорого, шикарно, роскошно. Называйте как хотите. Это просто обалденная красная помада. Они еще и тинтуют губы. И даже когда у вас что-то там чуть-чуть съедается. То просто добавляете немножко этой помады. Она тоже нам это позволяет. Это линейка Signature. И еще раз повторюсь. Оттенок I Don't. Я пользовалась ею несколько раз. Но в последнее время я не так часто красилась. Ну, вы знаете, полностью. Чтобы наносить такую яркую помаду. Но ее я оставлю в своей коллекции. Потому что мне хотелось чего-то ярче. Чего-то стойкого. И очень похожий цвет у меня есть от Estee Lauder. Это на порядок дороже помады. И она по-другому наносится. Это жидкая помада. Которая заявлена как матовая. Но она не совсем матовая. Для меня это наоборот плюс. Я как-то сказала, что гель для бровей от Kiko. Ну, никакой, да. Каково же было мое удивление. Когда я взяла его с собой в отпуск. И зачесала так вверх брови. Прям обильно сделала такие волчьи брови. Думаю, сейчас они упадут. Этот гель не особо что-то держит. Я нанесла его просто чуть больше. Чуть гуще. И потом я была на пляже. Очень такой жаркий день был. Интенсивный. Мы много ходили. Вечером я глянула на свои брови. Вообще на себя в зеркало. И вижу, что мои брови все в таком же состоянии. То есть ничего не опало. И тогда я извинилась перед этим гелем. Я как-то купила вот этот прозрачный от MAC. Они один к одному. Не всем нравятся такие термоядерные гели для бровей. Как люблю я. Мой самый любимый от Lancome. Я купила его сейчас в третий раз. До того, как поняла, что тоже может быть вот этот. Просто иногда мне хочется, знаете, так максимально зафиксировать брови. Чтобы они не двигались. Чтобы это была такая бетонная фиксация. Но моя мама вообще не переносит что-то такое на бровях. Она говорит, что ей некомфортно. А я наоборот, вот именно это предпочитаю в таком конкретном макияже. На каждый день оба варианта хороши. Но я считаю гель для бровей от Kiko аналогом. Они очень аналогом от MAC. Они одинаково фиксируют брови. Они не ощущаются на бровях. При этом держат их. Если у вас прям не супер непослушные брови. Вам нужно что-то, чтобы прочесать их. Он такой жидкий, влажный. То почему бы не попробовать. Они очень часто бывают по разным акциям. Я понимаю, что сейчас многие со мной не согласятся. Что нельзя носить некачественные очки. Да, у меня у самой есть и Tom Ford, и Chloe. И есть несколько пар хороших, качественных очков. Но когда мне хочется разнообразия. Когда хочется чего-то трендового. Даже для фоточки, еще для чего-то там. Ну, а я знаю, что многие девушки вообще, в принципе, покупают в H&M, в Zara очки. И носят только такие. Так вот, дорогие мои зрители, на Алиэкспресс очков просто масса. Я взяла себе такие. Вот сейчас, подождите. Посмотрю на себя. Теперь вы увидите, сколько тут освещения. Они очень стильные. Они такого, не болотного, а цвета бутылки. Зеленого. Вот, смотрятся прикольно. Сейчас у меня очень сильно накрашены ресницы. И они немножко трутся. Ну, не у всех такая проблема. Трутся об стекла. Хорошо затемнены стекла. Конечно, они не будут максимально защищать от солнца. Но очки прикольные. Они есть в разных оттенках. Есть такие прозрачные вот эти оправы. И качество у них вообще не то, чтобы ничем не отличается от масс-маркета, но еще и круче. Я удивилась. Заказала просто на пробу. И иногда буду их носить. Да. Я ничего против не имею. Вы знаете, что у меня из Reserved были в прошлом году. Когда мне нужна реальная защита от солнца, я беру очки от Tom Ford. И все то, что я вам показывала ранее. Но на Алиэкспресс тоже можно найти неплохие варианты. Мы были в Италии. И я купила несколько средств от KIKO. Одним из них оказался вот этот карандаш для бровей. Он продается сразу с точилкой. То есть он деревянный, он не выкручивается. Его нужно подтачивать. Но тут за нас решили проблему. Дали нам в наборе точилку. Со второй стороны здесь есть гребешок. Ну, не скажу, что он самый классный. Но, тем не менее, он есть. За это тоже спасибо. Это недорогой карандаш. И он восковый. То есть это не пудровый карандаш, который растушевывается хорошо. Прям в такую пудру, как вот, знаете, тени для бровей. Сейчас я вам тоже такой вариант покажу. Это именно восковый. Если помните, у Catrice были такие мягкие карандаши. И они закрашивают какие-то проплешины. Сейчас у меня на этой брови просто дырка. И вот нужна или помада, или карандаш. С помадкой мне не всегда хочется играться. Поэтому для меня это спасение. У меня оттенок 4. Холодный, коричневый цвет. Он безраженный. И сейчас, когда я подзагорела, именно такие более холодные оттенки лучше, ярче смотрятся на моем лице. То есть мне не хватает тех привычных цветов, оливковых, самых-самых светлых, которыми я привыкла пользоваться. И летом зачастую я перехожу на оттенки чуточку темнее. Хорошая пигментация, хорошо держится. От меня, да-да-да, еще раз, да. Допользую до конца. И возможно куплю второй, потому что столько всего интересного. Столько всего хочется попробовать. Но вариант неплохой. До того, как я загорела, у меня появился вот такой консилер-корректор от марки Revlon. Сейчас у них вышла обновленная линейка тона, который мне прислали в очень светлом оттенке. Я не могу его протестировать. Все никак не доберусь до магазина, чтобы подобрать свой цвет. Нет, Colorstay сейчас у них вышел новый для сухой кожи у меня. И по-моему он продается на Wildberries, если я не ошибаюсь. Тоже информацию я вам оставлю внизу, потому что мне со мной ею поделились. Я так понимаю, что пока что они не везде. В общем, консилер у меня консилер-корректор, потому что он очень плотный от Revlon. И оттенок у меня 0.1. Я довольно часто им пользовалась этой весной. Даже не летом, а весной до того, как начала загорать. Хотя я загораю с SPF 50. Просто загарка мне очень быстро прилипает, даже в тени. Даже если я выхожу на солнце после 5 часов вечера. Этот консилер-корректор имеет очень хорошую пигментацию. Он не сушит область под глазами, он фиксируется. И если есть какие-то проблемки на лице, он тоже поможет вам их скрыть. И я пробовала его с разными пудрами. Очень неплохой вариант. Да, Revlon это не такая супер бюджетная марка. Но, тем не менее, заслуживает внимания. Часто бывают какие-то скидки, какие-то акции. Если хотите попробовать, если ищите какой-то консилер плотный, пигментированный, то советую присмотреться от меня approved. Да, я проверила на себе, мне он подошел. Пудровый карандаш для бровей от марки Golden Rose. Я как-то перебирала всю свою косметику и поняла, что они просто один к одному по качеству, как карандаши от MAC для бровей. То есть, это такие более жесткие карандаши, которые оставляют пудровый финиш. Они не так сильно оседают на волосках, они не так сильно прилипают к нашей коже и дают более естественный эффект на бровях. То есть, как будто мы накрасились тенями для бровей. И вот оттенок Fling от MAC сейчас мне подходит. Он холодный, такой правильный, серо-коричневый. Но в большинстве случаев, все-таки, он для меня темный. Я люблю светлые брови, ну, относительно светлые. Для моего типа внешности я подарю его маме. Но качество очень хорошее. Просто хочу вам сказать, что есть аналог от Golden Rose. И оттенок конкретно из вот этой линейки, мой такой постоянный, не тогда, когда я мулаткая шоколадка, это 102. Такой для блондиночек оливковый. Да, оливковый. Если у вас пшеничные волосы, то вот такие оттенки, прям холодные сильно, да, когда мы бледненькие такие, смотрятся несколько инородно. Поэтому я все-таки настаиваю на таком чуточку теплом оттенке, но не рыжем. Вот именно, чтобы это был оливковый цвет. Но у них также есть прям холодный, как вот этот от MAC. Я напишу вам название внизу. У меня где-то в телефоне записано. Я тут орудую, управляю телефоном с телефона камерой, поэтому сейчас не могу посмотреть. Но я обязательно напишу вам. То есть у Golden Rose вы можете купить такой же классный карандаш. И со второй стороны у него еще и есть щеточка. Я о нем забыла, где-то у меня лежал в косметичке. Буду обязательно пользоваться. Еще на Алиэкспресс я заказала вот такие серьги. Они прикольные, они необычные. Они немножко разбавляют любой нюдовый образ, потому что здесь розовый цвет и вот такие деревяшки. Да, я не могу сказать, что это какое-то мега качество, но они смотрятся очень эффектно. Я носила их в отпуске на лето. Девочки, бижутерия – это очень хороший вариант для того, чтобы даже какие-то однотипные наряды обыграть по-другому. Поэтому если вы хотите что-то купить, то советую почитать отзывы на Алиэкспресс. Там действительно есть много неплохих вариантов. Но одни серьги мне попались такие стремненькие по качеству. Вот эти неплохие, сколько они стоили, наверное, 1 доллар или 2. Да, на один сезон. Я говорю, да-да-да. Такие же серьги, как в Заре. Я еще ни разу их не надевала, потому что они такие массивные. И мне хотелось бы носить их с чем-то черным, возможно, с джинсовым луком. Вот такие они как бы жемчужные. Вообще они темно-синие с вкраплением чего-то жемчужного. С частичками такими. Смотрятся очень интересно. В Заре эти серьги разлетелись за несколько часов. Наверное, я их увидела на сайте. И потом, когда хотела купить, их просто не было в наличии. Так что на помощь, как всегда, пришел Алиэкспресс. Они тяжелые. Ну как тяжелые? Легче, чем вот эти из Зары, которые сейчас на мне терпимы. Если на вечер, на какой-то выход, то я готова потерпеть. Серьги очень прикольные. И еще на том же Алиэкспресс я заказала вот такие воздушные цветочки. Нужно как-то аккуратно разложить их лепестки. Так вот, они актуальны еще с прошлого сезона. Сейчас они появились, опять же, в Заре, во всяких там Аксессорайз, в таких магазинах по заоблачным ценам. За что платить? Я не совсем понимаю, потому что здесь материала не так-то много. Они очень легкие, очень интересные. Они есть на Алиэкспресс в разных расцветках. Я видела их из Зары. Качество у них тоже так себе. И смотрятся интересно. Такие воздушные. Они не утяжеляют уши. То есть, действительно, очень легенькие, как перышко. Наверное, тот, кто придумал их, делает их качественнее. Это вот, опять же, такое баловство на сезон. Я за. Мне нравятся прикольные такие белые. Я ношу их, может, не слишком часто. Но для разнообразия. Теперь у меня есть вот такие сережки. Одна из последних вещей в этом видео тоже была в заказе из iHerb. Я постоянно сейчас пользуюсь этой маской для губ. Это бренд Petit Fee. Большая баночка, выполненная из стекла. Так дорого, увесисто ощущается в руках. Никогда бы не сказала, что это чудо стоит 10 долларов. Казалось бы, за блеск для губ, за маску увлажняющую 10 баксов, это как-то многовато. Но ее хватит практически на год. И я должна сказать, что она мне нравится больше, чем Laneige. Больше, чем многие бальзамы. Как-то в последнее время я не могу пользоваться Carmex. Он оставляет вот это ощущение на губах. Любовь прошла, короче, к Carmex. Вот это средство наносим в небольшом количестве. То есть расход кажется минимальным, но я часто ею пользуюсь. Просто нужно граммулечку. Это такое средство на основе натуральных масел. Здесь много чего полезного, смягчающего, увлажняющего. И эта штука работает. И самое классное то, что когда наносишь ее на ночь, утром просыпаешься с бархатистыми, увлажненными, восстановленными губами. И это средство все еще есть. То есть оно не просто впитывается. Утром ты просыпаешься и думаешь, зачем вообще я занималась этим вечером. Нет. Ты явно видишь результат. У меня медовая маска, но пахнет она не медом, чем-то натуральным. Но знаете, такая душка, которая мне ощущается навязчивой. То есть все очень так в меру, натуральненько. Ну и так, что эти травки-муравки подванивают. И мы готовы это терпеть ради результата. То есть здесь все в меру. Просто говорю, что это не ванильный аромат. Но мне очень нравится. Так чуть-чуть, просто для аромата. Не навязчивая душка, приятно ощущается. Никакого неприятного привкуса на губах. Очень вам советую. Для меня это была самая удачная покупка. Я даже не знала, показывать вам эту сумку или нет. Потому что когда я ее покупала, я не помнила, как именно выглядит сумка от марки Shrims. То есть сколько рядов вот этих бусинок здесь. И что это просто один к одному. То есть можно сказать, что это подделка. Я не пропагандирую подделки, девочки. Я не уверена, что я буду покупать что-то такое. Не сумки, а вообще в принципе вещи на Алиэкспресс, которые настолько похожи на оригиналы. Потому что это воровство авторского права. Просто когда я ее увидела, у меня произошло какое-то затмение. Я знаю, что многим все равно, это подделка или нет. Каждый останется при своем мнении. В принципе, если так посмотреть на те же сумки Культ Гая или на другие, которые создают конкретные бренды. Их потом копируют за Растер Дивариус. Причем различия там вообще практически нет. На Асос продавались такие же сумки, как Культ Гая. И никто не орал, что это подделка по сути. Потому что они и цвета такие же использовали, и материал, и форма. Ну, отличий там практически нет. Во всяком случае, я не сравнивала один к одному. Возможно, эта сумка тоже чем-то отличается от Шримс. Просто говорю, что я купила ее, чуть не сказала нахер, на Алиэкспресс. И она пришла ко мне очень быстро. Она была качественно запакована. То есть, в такой, это не была пленка. То есть, в чем-то таком пузырчатом я еще такого не видела. Она пришла ко мне где-то за две недели. Они есть в разных расцветках. Я оставляю право голоса за вами. То есть, каждый пусть решит сам для себя. Здесь нет никакой лейбла, что это Шримс. Она пришла еще с таким сатиновым мешочком, в котором была вот эта бусина. То есть, если где-то что-то отвалится, то можно будет пришить. Я не так часто ношу ее, как мне хотелось бы. Потому что где-то у меня на подсознании есть вот это. Я посмотрела, как реально выглядит Шримс. Но мне немножко некомфортно с этим ощущением. Тем не менее, сумка мега классного качества. Она стоит 50 долларов, но ты понимаешь, за что ты платишь. Она такая тяжеленькая, но все выполнено на совесть. Здесь просто одно отделение с кармашком. Не буду показывать вам свой бардак в сумке, потому что я с ней недавно приехала. Так вот, сумочка просто шикарная. И даже по сравнению с той, которую я покупала в Манго, у меня была жемчужная. Но я взяла ее несколько раз, и вот эти бусины начали обдираться. То есть, с них очень некрасиво начала сдираться краска. Меня это очень сильно расстроило. И я увидела вот эту на Алиэкспресс, заказала ее. Опять же, повторюсь, что я никого не заставляю, я не пропагандирую. Это, наверное, единственная вещь, которая заставляет меня сомневаться. То есть, мне некомфортно. С вот этим ощущением, сознанием того, что, блин, ну это, скорее всего, подделка. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Сумочка очень прикольная. Она так обращает на себя внимание. И, наверное, нужно купить оригинальную, чтобы я спокойно спала. Потому что я люблю вещи хендмейт. Я за то, чтобы авторское право все-таки оставалось за автором. Хотя в современном мире все друг друга подделывают, копируют. Я не знаю, как с этим бороться. Я не хочу такое поддерживать. Но, блин, сумка очень классная. Может, вот пусть один такой грех останется на моей совести. И это будет такое мое guilty pleasure. Не знаю, я очень ее люблю. И я не ожидала, что на Алиэкспресс может быть настолько крутое качество. Девочки, что вы покупаете на Алиэкспресс? Сейчас, возможно, вы купили какую-то бижутерию, какие-то классные заколки. Пожалуйста, поделитесь со мной ссылками. Я хотела бы заказать что-то еще. Потому что впереди еще два месяца лета. Даже если посылка будет идти месяц, то мы настолько экономим, что, в принципе, можно все это простить. Я надеюсь, что вам было интересно. Очень рассчитываю на ваше понимание. У меня сейчас нет других вариантов, кроме как снимать в холодильнике. Иначе просто я растаю. Это будет последнее видео на моем канале. Невозможно жарко. Я обожаю лето. Но съемки в таких условиях это просто издевательство над собой. Вот. Всех целую и обнимаю. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok